Делегация Гисенского университета посетила музей Николая Лобачевского Казанского федерального университета. В Казанском университете прошло награждение победителей призеров конкурса «Лучшая академическая группа 2018-2019 учебного года» и фестивали «Интеллектуальная весна КФУ». В Институте экономики и финансов КФУ стартовал мастер-класс профессора Московской школы управления Сколкова Павла Лукши. Казанский федеральный университет и Гисенский университет имени Юстуса Либиха связывают давние отношения, а именно 30 лет плодотворного сотрудничества. Гисенский университет имени Либиха, основанный в 1607 году, является одним из старейших университетов Германии. Сотрудничество между нашими университетами родилось из обоюдного желания создать совместными усилиями особую форму научной кооперации, работающую и приносящую реальные результаты в науке и образовании. Все эти годы общий успех партнерство приумножался благодаря личной инициативе и активности отдельных его участников. В связи с этим событием в КФУ проходит ряд мероприятий. Делегация Гисенского университета посетила музей Николая Лобачевского КФУ. Целью мероприятия является укрепление сотрудничества и развитие совместных проектов с привлечением молодых ученых. Смотрим. Делегация Гисенского университета имени Юстуса Либиха в количестве 19 человек посетила музей Николая Лобачевского КФУ. Экскурсия прошла в рамках 30-летнего юбилея сотрудничества КФУ и Гисенского университета. Делегация Гисенского университета Допомню, что 21 мая гости посетили планетарий и обсерваторию КФУ. А 23 мая состоится российско-немецкий семинар взаимодействия от клетки до человека, где примут участие ученые КФУ и Гисенского университета. После экскурсии по музею Николая Лобачевского гости посетят институты КФУ, где познакомятся с коллегами и увидят инфраструктуру вуза. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. С визитом в КФУ приехал генеральный директор группы компании InfoWatch сооснователь компании лаборатории Касперского Наталья Касперская. В рамках визита прошла встреча с руководством университета КФУ. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске. А теперь к другим новостям. В КФУ наградили победителей и призеров конкурса «Лучшая академическая группа 2018-2019 учебного года» и фестивали «Интеллектуальная весна КФУ». Данный конкурс – это площадка, где объединяются старосты, кураторы, одним словом, лидеры академических групп. Это конкурс, где формируются новые традиции, новые инициативы, новые проекты. Подробности смотрите в следующем сюжете. 22 мая в стенах Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса «Лучшая академическая группа КФУ 2018-2019 учебного года». Сегодня мы чествуем, наверное, одного из самого большого, самого интересного конкурса. Это «Лучшая академическая группа призеров и победителей». Этот конкурс, он особенный. Если у нас в университете проходит много различных конкурсов, сегодня мы наградуем интеллектуальную сну, где каждый показывает свои способности. Здесь все сложнее, здесь нужно показать способности своей команды, здесь нужно представить свою группу, свой институт, свою специальность. И те, кто уже находится в этом зале, вы самые достойные студенты нашего университета. Каждому, кто завоевал призовые места в конкурсных номинациях, были вручены заветные награды. Сама любовь к университету от академических групп, она очень важна. Поэтому, дорогие наши лучшие здесь присутствующие, создавайте правильный и положительный, значит, что называется, такой климат психологический в нашем госсети. Старт церемонии был дан с награждения призеров и победителей ежегодного фестиваля «Интеллектуальная весна». Ежегодно в нем принимают участие лучшие умы вуза, и с каждым годом интерес к фестивалю возрастает. Также по итогам всех конкурсных испытаний фестиваля были определены лучшие институты, которые набрали наибольшее количество баллов в общем зачете. Первое место было присвоено Институту социально-философских наук и массовых коммуникаций. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. 22 мая в Институте экономики и финансов Казанского федерального университета состоялся визит профессора практики Московской школы управления Сколкова, автора атласа новых профессий и доклада «Глобальная повестка будущего образования» Павла Лукша. Подробнее в сюжете Алсуса Тарвей. 22 мая в Институте экономики и финансов КФУ стартовал двухдневный мастер-класс от ведущего профессора Московской школы управления Сколкова Павла Лукша на тему «Мир профессий и навыков будущего». Будем смотреть на несколько вопросов. Во-первых, мы посмотрим на то, как меняется мир профессий, какие компетенции востребованы в связи с тем, что приходят новые технологии, в связи с тем, что меняется рынок труда, появляются новые формы организации и так далее. На мастер-классе обсудили появление новых принципов образования, изменения педагогики и форм ее подачи. Также 23 мая профессор будет говорить на тему развития образовательных экосистем. Новый подход, который распространяется в образовании. По сути дела, речь идет о том, что прежние модели образования строились как такие более механистические, что ли. То есть они смотрели на студентов, как на баванку, которую должен такой завод обработать. Сейчас появляются новые модели, которые говорят, каждый студент – это уникальный такой росток, уникальное существо, его нужно по его уникальному маршруту вырастить. Помимо мастер-класса прошла и групповая работа участников. Они обсудили материалы лекции, а также приняли участие в интерактивах. Алсу Саттарова, Виолетта Басова, Универньюс. 21 мая в Казанском федеральном университете состоялась лекция российского методолога и политтехнолога Петра Щедровицкого. О том, чему она была посвящена, вы узнаете в следующем сюжете. 21 мая в здании Института управления экономикой и финансов КФУ состоялась лекция Петра Щедровицкого в формате Public Talk. Эксперт по инновационным технологиям и стратегиям в менеджменте выступил перед публикой с темой вызов новой промышленной революции, к чему быть готовым предпринимателю. Спикер сразу настроил публику не на абстрактный разговор о цифровом будущем, а на разбор конкретных разноплановых кейсов по трансформации бизнеса под существующие экономические реалии. В ходе беседы он разобрал факторы успеха российских предприятий на мировом рынке, а также угрозы и возможности, которые таит в себе новая промышленная революция. Петр Щедровицкий, российский методолог и политтехнолог. Консультант по вопросам пространственного развития, региональной и промышленной политики, инновационной деятельности и подготовки кадров. Президент Фонда Института развития имени Георгия Щедровицкого, член правления Фонда Центр стратегических разработок Северо-Запад. Занимается логикой методологическими проблемами исследования, дискрипции, объективности и объективации в гуманитарных науках. Камиль Гемозденов, Александр Юдин, Универньюс. Между США и Китаем вновь происходят столкновения на поле торговых отношений. На этот раз пострадала компания Huawei. Что ожидает эту компанию и рынок мобильных устройств, мы расскажем в следующем сюжете. Министерство торговли США добавило Huawei и ее дочерние компании в черный список. Теперь американские компании не могут использовать оборудование, изготовленное в Китае, и прекращают поставки своего оборудования. Это произошло по причине подозрения в шпионаже и стало очередным этапом в торговом соперничестве США и Китая, о котором мы рассказывали в прошлых выпусках. В ближайшей перспективе, скорее всего, у компании будет некое отставание от ранее набранных темпов. Но если вот этот технологический вызов они смогут преодолеть, то в дальнейшем это будет рывок и абсолютная самостоятельность, независимость этой компании от других стран и поставщиков. Самым неприятным для китайской компании является разрыв отношений с Google. Телефоны их производства больше не смогут полноценно использовать операционную систему Android. На них не будет поддержки сервисов Google и обновлений системы. Huawei работает над заменой и разрабатывает Kering OS – собственную операционную систему. Компании, безусловно, необходимо форсировать работы по написанию собственной операционной системы, хотя эта задача непростая, и наличие самого продукта – это лишь первый шаг. Необходимо выполнить внедрение, верификацию, собственно, приучить пользователей к этой системе, чтобы она была удобной, прозрачной, и, собственно, пользователи телефонов Huawei или смартфонов Huawei по сути не чувствовали разницы. Артем Топичкин, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Это все новости на сегодня. Смотрите на социальных сетях. До скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok